Ты предатель, ты предал тексты, убежал в картинке, вот жал. Это так же тупо, как обсуждать качество сервиса. Ты видел всех тех голых женщин? У моих дедушек не было ни у одного высшего образования. Не судите, да не судим и будете. А за сколько бы ты съел говно? Ты сосать будешь? А зачем? За сколько? Папа проснулся. Искусство – это способ переживания. Я великий, зачем я редактировал? Я стираю всех, кто так не считает. Ты написал, сумасшедший? Ебаться надо час, два. Саша, Юра, прошу вас на сцену. Хозяин шоу, это достаточно. Шоу, он ведущий и инициатор, ну, такого ютуб-шоу, а потом, посвященного процессу современного искусства. А мы, да, мы тут думаем о королевирусе. После того, как наш мессив закончится, опять помойте руки и пейте тетлую руку. Одним словом, друзья, наша сегодняшняя тема называется «Картинка против текста». Вот, например, слева от меня сидит писатель. Очень известный писатель, коммерчески успешный, все его знают. И я тут Сашу спросил. Вот он, например, написал некий ультракороткий рассказ. Он мастер этого дела. Он его выкладывает в Фейсбуке и в Инстаграме. Фейсбук меня сейчас не интересует, интересует Инстаграм. Инстаграм имеет, как вы все знаете, серьезное ограничение по объему текста. И вот мне интересно, Саш, по какому принципу ты выбираешь картинку для текста? Часто, вы наверняка сами так иногда делаете, мы пишем «Картинка для привлечения внимания». Друзья, давайте соберем деньги для несчастного, голодающего. Я немножко ерунствую, но тема такая. И какая-нибудь красотка выкладывает целую картинку для привлечения внимания. Давайте устроим щенкам картинку для привлечения внимания. Какую, по какому принципу ты выбираешь картинку для привлечения внимания? Если нужно внимания, я вешаю корпус себя с Оксаной. Если мне нужно много внимания, я просто вешаю Оксану весь себя. Оксана жена? Да. Поэтому там действительно должны быть красивые, качественные фотографии. И это определяет популярность Инстаграма или нет. Я в этом абсолютно... Почему работают фотографии с парой, как ты считаешь? Ну, когда ты с женой. Ну, потому что Инстаграм это все равно не ПР. Подглядывание за людьми, и как только они выкладывают какую-то красивую картинку, из которой видна их жизнь, то это начинает срабатывать. Являюсь абсолютно непрофессиональным в Инстаграме человеком. Более того, я нарушаю все законы Инстаграма. Каким образом расскажи? Я блокирую всех несогласных. Просто не нравится, как человек пишет. Вообще просто не нравится, что он пишет, и все его заблокируют. Страшно вещь. Вот. То есть, у меня заблокировал, в принципе, 20 человек. А второе, я действительно пишу такие большие тексты, что тоже. Я вешу плохие фотографии. Я эксплуатирую четырех домашних животных, если мне нужно. У меня три собаки и кот, поэтому я их увешиваю. Китают люди, ты считаешь, за что ставят лайки? За собаку, за ребенка или все-таки за текст? Собака, чтобы человек пролистываю, остановился. И дальше, вот дальше, все зависит от первых трех строчек. Как они написаны. Важный нюанс, друзья, забывайте. Да. Я еще не был сбалован, так сказать, правильно сказал, хорошими продажами. Я писал все тексты в социальные сети. Все рассказы, у меня первая книжка выложена в себя в сеть. Все рассказы были выложены так, чтобы в конце экрана была сюжетная завязка. То есть, прочел, не прочел, зависело от того, кликнет человек дальше. Картинка, как и музыка. Помогать найти людям своих, без текста каких-либо фильтров, условно говоря. То есть, разные люди по-разному фотографируют небо, условно. Я из двухсот человек, которые фотографируют небо, выберу двух, потому что мне понравилось. Это значит, я подсознательно выбрал подсознательно другого человека по необъяснимым причинам, но это мой человек. Потому что изображение ментально передает внутренний мир. То есть, если вот кому-то нравится эта картина, ты не можешь висеть, почему она нравится. Тебе либо нравится, либо не нравится. Можешь, на самом деле. Ну, как музыка. Нравится? Чего нравится мелодия? Почему Инстаграм стал побеждать? Все остальные... Ну, сейчас ТикТок его, конечно, все равно победит, но, по крайней мере, держался. Он где уже начинает спадать. Потому что картинка очень быстро передает свой-чужой. Инстаграм это определение свой-чужой. Да. Свой-чужой через картинку. Через текст сложнее. Долго, дольше нужно читать. Я определяю там свой-чужой только через тексты, поэтому не так много подписчиков, но они очень активны. Потому что я все равно, в основном, использую там беседы с читателями. Какой вывод мы, друзей, из этого можем сделать? Подумайте, не знаю, у меня, например, вот два акцента я сделал. Но помимо того, что Александр склонен к геноциду, 20 тысяч. Это не каждый палач может похвастаться. Я плячу, дачу! Не каждый. Каждый интригентный человек в душе палачка. Вот Саша сказал важную вещь, что людей, чтобы заинтересовать, раньше можно было целовать голову. Рассказывать. Сегодня эти акценты должны быть расставлены чаще. Соответственно, тексты стали насыщеннее, и тексты стали более динамичнее и более короткими. Это мы все наблюдаем с вами в течение 10 лет последнего. Это очень быстро, это на наших глазах происходит. Это очень любопытный факт. Повторяю, почему это случилось? Это случилось, потому что мы просто смартфон заполучили в 2007 году, если я не ошибаюсь. В первой эпохе. Очень любопытно, насколько технология изменила только что мы заметили литературу, и как литература стала нуждаться в визуальном изображении для того, чтобы просто быть замечены. В связи с этим вот сейчас Юрию хочу задать вопрос к специалисту по изобразительному искусству. Друзья, Павел Попперштейн, да, я думаю, вы прекрасно все знаете. Очень здорово, что ты к нам присоединишься, я уверен, сейчас большому удовольствию. Есть такие пещеры, в Испании их открыли относительно недавно, 130 примерно лет назад. Альтамир называется. В этих пещерах их в свое время завалило оползнем. Им лет 25 тысяч, тысяч, тысяч 25 лет. 25 тысяч лет. 25-30. Там офигительные совершенно росписи. Они выглядят дико современные. Они вдохновили Пикассо и вообще много кого. Там, если я не ошибаюсь, нет ни одного слова на этих стенах. То есть, совершенные произведения искусства уже были созданы, но языка письменного, видимо, тогда еще особо не было. Вот Юра, ты специалист по современному искусству. На картинах очень часто, начиная там с, я не знаю, с Баски, из кого. Сейчас я глупость какую-то говорю. Лихтенштейн, кто только не использовал текст. Павел Пупперштейн, пожалуйста, также использует. Да, я потом спрошу. Вот скажи, пожалуйста, как это взаимодействует? Какую роль играет именно изображение? Я через свой ресурс, через Art Patrol, в первую очередь, если мы говорим об этом, пытаюсь показать людям и открыть современное искусство. И использую картинку, вот это важно. Художники уже за меня создали то, что я просто правильно преподношу людям. Еще очень зависит аудитория, на кого она подписана. Аудитория, которая подписана, например, на Александра Цыпкина, она знает, что Саша блестящий писатель. И что бы на самом деле ты ни выложил, они будут читать. Это важно, потому что им интересно то, как напишешь ты. А у меня, допустим, люди, моя аудитория, она в первую очередь смотрит на то, если я выкладываю тизер, приуроченный к выходу моего выпуска, вот как Майами, который ты сейчас посмотрел, ты говоришь, тебе понравилось. Тизер идет минуту. И я больше цепляю не текстом, я цепляю именно этим тизером. У меня есть минута, чтобы, причем опять же, минута узкопрофильной темы, такой как современное искусство в принципе. Мне дается эта минута, чтобы показать людям, которые, я знаю, разбираются в этом, они разбираются в искусстве, они знают, что такое ярмарки, чтобы они увидели, что этот выпуск будет насыщен, насыщен контентом. Так они по картинке даже говорят? Да, они... Не по тексту? Нет, у меня они, в первую очередь, конечно же, это определяют по картинке. Даже если вы сделаете карусель, есть такая функция карусель, можно добавить до 10 слайдов. Если вы сделаете карусель и сначала поставите картинку, а потом минутный тизер, то алгоритмы Инстаграма скорее выведут это в топ. Инстаграм очень умный, и в зависимости от того, какая аудитория на тебя подписана, если у тебя подписана аудитория, интересующаяся искусством, и она много оставляет тебе комментариев, она много тебе лайкает, то по всей России, она даже по геополитической тематике ищет, она будет выдавать всем людям, которые интересуются искусством, твой профиль. Это очень важно. Но вот тут вступает момент текста. Я выкладываю этот тизер, И я знаю, что меня смотрят люди, много очень известных людей, на меня подписаны много здесь людей, людей, которые понимают в искусстве. И опять же, молодые ребята там, да, меня там смотрят с Магадана, с Дальнего Востока. И вот тут я подкрепляю это полезным, правильным, важным текстом, потому что я понимаю, что это мое лицо, и текст никуда не ушел. Если я просто загружу минутный тизер, который будет сделан блестяще, я знаю, что этого будет мало, что есть у меня та аудитория, которая обязательно будет смотреть на текст. Мне кажется, сам показательный момент, как текст перешел в картинку, это исчезновение культуры анекдота. Если 20 лет назад каждый день мы слышали новый, качественный, классный анекдот. Анекдот исчез, его больше нет. Скажи. Вот Шнуров вчера рассказал, слышал, в Госдуме он рассказал. Послушай советский анекдот. Выбирают председатели... Анекдот можно рассказывать? Да, председатели колхоза выбирают. Кто за Василия Ивановича? Все поднимают руки. А кто против? Вдруг один мужик поднимает руку и говорит, Михалыч, а ты чего против Василия Ивановича-то прешь? Он говорит, да, вы знаете, у него дочь шлюха. Вот просто проститутка, спит со всеми и так далее. Ну вы все знаете вот это. Встает Василия Ивановича и говорит, ребят, какой-то паклюк, у меня же сын. Ну я не знаю, я свое мнение выразил. Теперь, во-первых, анекдот перешел в ультракоробке. Два предложения, все. Да. Ну на моеме нанесено пару слов. Обязательно картинка. Да. То есть у нас есть несколько чатов, где вроде бы взрослые, серьезные люди, совсем взрослые, совсем серьезные. Я там самый не взрослый, самый не серьезный. И при всей, говорю, высокопоставленности участников, 50% контента это мемы с забавной картинкой. Картинка и забавная фраза. То есть анекдоты сегодняшнего времени. Ну о чем это говорит? О том, что люди ленивы, во-первых, по-моему, и просто лень читаются. Ну, а на сайте, короче, у тебя ты выкидываешь все лишнее. Как я понимаю, что в большинстве из моих рассказов можно растянуть на повесть, как презерватив на глобус натянуть, так вот, но нет смысла, потому что... Я понял, чем я займусь, когда вернусь. Ты очень много говорил о значении тизера, и ты очень прав. По сути, тизер рассказывает всю историю. Это как витамин. Да. Но есть те, кто захочет еще и не просто витамин съесть, а захочет есть целые три блюда. И тогда он посмотрит твое видео целиком. То же самое с текстом. Главный вопрос. Главный. На хрена ты порез в живописи? Общепризнанный лауреат русского букера. Серьезно, настоящий писатель. Рассказывай про презерватив в бассейне. Зачем? Ты тут накрепал этих картин, пол с стены завешал. Если я правильно понимаю, это за два года. Ты роман пишешь два года, и тут столько картин. Да, любопытная, кстати, часть хронологии. Смотрите, любопытно. Я когда вышел к вам вначале, я сказал о том, что учился в художественной школе, хотел связать свою жизнь с изобразительным искусством. Мне это очень нравилось. Мне нравится до сих пор. Потом, и у меня такая, знаете, привычка, как у всех, увлекающихся рисованием людей, сейчас не знаю, так это или нет, сейчас все в телефонах, таскать с собой блокнотик. Блокнотик для наброска, как это называется. Ты что-то видишь, сделал зарисовку. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что помимо зарисовок я делаю записи. Ну, просто, чтобы не забыть. Память никогда не была моим сильным свойством. Это мы поняли. Не помогают витамины. И я решил, что надо записывать. Все, что ты любишь, все, что ты хочешь запомнить, все, что ты ценишь и боишься забыть, ты записываешь в блокнот. Потом я вдруг понял, что то, что я пишу, это и есть собственная литература. Этим, так сказать, наполнены книги. И почему я это делаю? И пишу, и снова стал рисовать. По одной простой причине. Потому что мне порой что-то дико нравится. Я во что-то влюбляюсь. Я думаю, ты, Саша, ты, Юра, занимайтесь своими делами, какие бы они ни были. Литература, осмысление процессов современного искусства. Это связано исключительно с любовью. Мы все на самом-то деле просто хотим передать вам, это же такая форма диалога, передать вам свои чувства от того, что мы любим. Да? Потому что смотри, ты пошел в ресторан, ты съездил на отдых, ты, не знаю, встретил замечательную женщину. Тебе хочется об этом как-то рассказать. Это хочется каждому. Поделиться. Смотри, как круто. Ты пошел на арабжанские помидоры. Ты их тащишь домой близким угостить. Ребята еще друзей иногда зовет. Три года назад Сабина испугалась, когда увидела на ветке такие овощи. Когда увидела эти помидоры, подумала, что они испортились. Сейчас я их обожаю. На вкус, как сладкая слива. Такие же мясистые и сочные. На самом деле я занимаюсь тем же самым. Я вижу красоту. Ты видел всех, у тебя была женщина за эти два года? Ты счастливый человек. Теперь понятно, что у тебя с памятью управляют. Ты запутаешься. Вы сместили. У нас время, сегодня самый ценный актив. У тебя есть возможность написать несколько страниц текста в свой роман новый или написать картину. Это же, не знаю, график что ли. Ты очевидно делаешь выбор. То есть, вот эти все, сколько здесь, 45 работ. 45 работ, я предполагаю, что ты их не 5 минут делаешь. Это несколько месяцев времени, которое ты потратил на картинки вместо того, чтобы написать роман. Чувак тебе 40 лет, чем ты занят? Что тебя двигает тратить время на картинке? Желание поделиться, как я и сказал, своей любовью и своей страстью. Ты можешь что-то сделать в словах. Это еще одна из форм передачи вот этих чувств. Это одна из стихий, которая в связи просто, я не знаю, с физиологическими обстоятельствами, с генетикой, с воспитанием. Не знаю, откуда мне это все пришло, приехало. Я не из семьи художников, не из семьи писателей. А из какого рода? Из обычной дедушки с бабушкой приехали из различных деревень в Москву. Кто-то здесь что-то добился, кто-то ничего не добился. Моя внешность унаследована отчасти от бабушки еврейки из Латвии. Из дыры, скажите. У моих дедушек не было ни у одного высшего образования. Но дело в том, что я уверен, что каждый из нас обладает этим талантом. Желание пережить некое наслаждение. Желание пережить что-то на всем свойственном. Вы видите вкусную еду в меню ресторана. Вы хотите ее пережить. Каким образом? Попробую, да. Вы видите мужчину или женщину, которая вам нравится. Вы хотите пережить это. Каким образом? Заняться любовью. Искусство – это способ переживания. Литература – это способ переживания. Когда ты видишь классную историю, твои еще фантазии тебе что-то подсказывают. Ты же переживаешь всю роскошь мира, которую нам даровал Господь. Искусство – это и есть тот самый рай, в котором мы, вообще говоря, можем прижизненно жить. Какие-то идеи тебе приходят, которые тебе позволяют все это смонтировать, грубо говоря, в замечательный или не очень, или очень, но в некое изделие, которое называется рассказ или роман. И ты этим изделием делаешь. То есть тебе не платят, деньги не платят. Ты в любом случае уже получил удовольствие. Ты уже выигрыш. Это как любимая работа. Круто, когда ты зарабатываешь. Мы все счастливые люди, потому что так или иначе мы получаем деньги за то, что любим. Это могут быть разные деньги. Ничтожные, громадные, разные. Как повезет, как устроишься. Другое дело, на это надо осмириться. Довольно трудно. Потому что вам, например, мама и папа говорят, ты должен пойти в университет. И ты должен пойти на определенную специальность. Потому что ты, если не совершишь всего этого, ты будешь. В моем поколении говорили, ты будешь дворником. О, боже, какой кошмар. Классик. Дворником. Вот сейчас бедняга министром Люкаев сидит в тюрьме. Его отец был дворником. Я не вижу ничего позорного в том, чтобы мести улицу, чтобы делать мир людей, рядом с которыми ты живешь, чище. Мне просто повезло умение пользоваться пером и тушью. Это определенный талант. Какого масштаба, это вопрос уже, пусть вы оцениваете. У меня есть к этому склонность и интерес. Вопрос отчасти в смелости. Моя мама, например, хотела, чтобы я сделал какую-то академическую карьеру, защитил диссертацию и прочее. Я не очень-то, мне кажется, пока она была жива, был ее, ну, как бы, радостью. То есть, о чем я говорю? О смелости. Мой отец смотрит на все это довольно иронично. У тебя вполне показался на текст. И вдруг. Да. Создай ты в возрасте. Ты начинаешь тратить деньги, деньги, время на картинки. Почему я раньше этого не делал? Я раньше смелости не хватало. Почему сейчас? Почему так много? Ну, хорошо. Как ты сейчас, есть ли в этом некое подсознательное желание успеть за современностью, потому что все ушли в картинке? Расскажу. Да, смотрите. Почему мы сегодняшнюю тему выбрали именно такую? Потому что, конечно... Потому что ты предатель, ты предал текст и убежал в картинке. Вот жрел. Ты чертой мой гвардеец. Павел Попперштейн, ваша являюсь, ну, мощнейшим художником, да, как бы, который входит в реально там 10 лучших и самых дорогих художников России, является еще и блестящим, абсолютно гениальным писателем. Он, конечно, здесь бы, я думаю, блестяще бы вклинился. Сейчас вернемся. Да, да. И все разрушено. Я очень физиологический человек. Я в каком-то недавнем году, находясь в упомянутом городе Майами-Бич, вдруг подумал, как жаль выбрасывать бумажные пакеты из гастронома органической еды. Хоу-футс, он так называется. Когда я учился в художке, такую бумагу продавали. Я взял такой пакет, разрезывал его и думаю, во-первых, у меня есть время, я на отдыхе, во-вторых, у меня есть пакеты и полный пляж абсолютно бесплатных натурщиков и натурщиков. Вот все валяются, дети, старики, взрослые, кто-то курит под одеялом, кто-то пьет из пакетов. Рисуй. И я воспользовался этим. Кстати, некоторые работы просто сделаны в Майами, там даже на пакетах и сделаны. А некоторые на пакетах, вот те на пакетах, хоу-футс. С обратной стороны там эмблема, не вскрывайте. Вон там, собственно, автобус майамский. Саша, сам там не живая, спросил меня о технологии. Ведь пакеты и среда, в которой это оказалось, это тоже технология. Ты сначала просто из бурзуазного желания полежать на пляже и рисовать телок, стал рисовать на пакетах. Меня завели пакеты, потом я подумал, что тут есть телки и надо это использовать. Дальше. И дальше я стал идти на поводу у собственного желания. Потому что я, повторяюсь, с этого я начал, получаю от этого тупо физическую доверие. Мне это нравится? Да. Мне нравится заниматься изобразительным искусством. Мне нравится ходить в музей. Я обожаю просто смотреть на картины и получаю от этого тоже физиологическое удовольствие. Выкладываешь ли ты сам свои картины в Инстаграм? Выкладываю те, которые я считаю удачными. Собирают ли они достаточное количество реакции? Очень интересная реакция. Какая? Потому что реакция бывает ничтожной. А бывает реакция такая, что мне пишут несколько человек, продай мне эту работу. Вот, да. Продажи через интернет. Привез во многом, потому что твою картину в Инстаграме увидела Оксана. Я человек, реально, какого-либо вкусного, ничего не понимая в живописи. Я люблю Шишкин и все. Мне не сказали, что Мангкок хороший. И тот пианист. Мазня какая-то. Но вот. Я вам сказал, что это очень круто, увидев тебя в Инстаграме. После этого мы начали покупать сумасшедшие эти работы. Вот. Я просто рассчитывал, что проживу дольше, чем ты. И потом продам, когда ты уйдешь. Про коммерцию снова. Если бы тебе массово писали, что это хуйня. Тебе, как человеку успешному в другой области искусства, призванному, насколько бы ты дальше этим занимался. А может быть пишут, давай узнаем. Никто не поддержал. Все сказали, что это какая-то мазня. Да, да, да. Что бы ты делал? Как бы сказать, трудно себя уж прям поставить на это место, потому что я всегда был везунчиком. Мне всегда все-таки перепадала похвала. Знаете, есть такой смешной сериал, меня зовут Эрл. Там, если не ошибаюсь, такой слоган. По слабоумию и отвагу. По-моему, это оттуда пошло. Ну, казалось бы, смешная беззаботная глупость. На самом деле, очень точная. Правда жизни, абсолютно. Чуть-чуть, да. Будучи человеком, связанным с тонкими, прошу прощения за это высокопарное высказывание, материи, в какие-то моменты нужно быть мясником. Ну, не мясником, ну, по крайней мере, таким дундуком, в который въезжает грузовик раз за разом. А вы, как в фильме про каких-нибудь супергероев, грузовик об вас разбивается. Черчилль правильно сказал, что если я буду отвлекаться на план каждой собаки, они туда не дойдут своей цели. Ну, кстати, блокировка – это как раз отвлечение. Если бы ты не удалял, ты не отвлекаешься. Ты просто убираешь шум. Ты просто убираешь шум. И ты не даешь свою площадку другому человеку, все. Следующий вопрос. Тебе сейчас предлагаю, представим себе, предлагаю написать работу на тему, которая тебе неинтересна, неинтересна, но за деньги. Я предполагаю, что если сейчас приедет какой-нибудь чувак и скажет, слушай, сделаем мою биографию за деньги, и если тебе не будут острые нужды в деньгах, ты, наверное, откажешься. Написать тебе биографию владельца молокозавода и скажешь, написать, вот, как он прошел весь путь. А потом еще его портрет в конце. Да, в конце решет, нет. То есть, скорее всего, откажется. И тут теперь молокозавод приезжает и говорит, слушайте, а вы можете написать, ну, как-то вот в вашем стиле наших, там, коров, допустим. И тоже, в ситуации, конечно, самое, деньги не катастрофические нужны. Когда деньги нужны катастрофические. Вернулся, понял, выверждает, друзья. Ты ничего не пропустил, забор. И это главное. И это главное. Ты бы согласился? Смотри, это я вспоминаю вопрос из детства. Вы все, наверное, его слышали. А за сколько бы ты съел говно? У нас вот в дворе такой вопрос задавали. Все детство все другие. Все детство. Более того, Павел. Один мой приятель, который уже ездит, раньше он ездил на поддержанном Мерседесе, теперь на новом, он во взрослом состоянии задавал мне этот вопрос. Он, походу, удачно съел. За дорого. Я слаб. Я бы, наверное, согласился. Володя Сорокин, я помню, рассказывал, очень интересно, трепещая, он очень трепетный человек. Когда он решал роман «Норма», где все едят говно, он решил, что он как ответственный писатель должен тоже как-то попробовать говно. Но он, конечно, подошел к этому смягченно и съел говно своих прекрасных дочурок. И после этого очень любил авторитетно говорить, что вообще никакой проблемы по вкусу, как оконная замазка. То есть, я оконную замазку, Владимир Георгиевич, попробовал. А в детстве тех ребёнок принято почитать оконную замазку. Еще будрон. Да, а также зубную пасту ананасовую. Я помню, мы очень активно ели в детском саду. Нет, либо дети Сорокины производят оконную замазку. Это тоже, возможно. Такой вариант. Владимир Георгиевич очень важное знание. А он, собственно, наставил на том, что проблема только в запахе. Вот если не втягивать носом. Я бы сейчас пришутил, что дискуссия как тема. Чисто можно. Нюхать. Вот видите как. Можно экономить на оконной замазке. Слушайте, а почему всем понравилась эта тема? Понимаете? Это говорит, что во всех нас живо внутренний день. Многие достали телефоны. Да, 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 да. В сторисы сразу пошли. Вон, а теперь предлагаю вернуться к инстаграму. Появился контент, который принесет активность. Текст ушел ли в картинке полностью? Или это просто параллельно развивающиеся два направления? Ничего не случилось. Не надо бояться. Я думаю, все извечно. И оно извечно. Прозвучало, что анекдоты исчезли. На самом деле, они не исчезли. Мемы, они все-таки подчиняются какой-то логике определенной. Таких абсолютно дебилистических, абсурдистских мемов мало. А вот они кто-то ушли в такой специфический, специальный резкий дебилизм. Ну, а также продолжается и базовая, и вечная активность. Несмотря на компьютер, там, сети, люди продолжают рисовать в подъездах, и на каких-то заборах, и чего-то приписывать. Но это вернулось с появлением хорошей краски, к статусу. Да? Маркеров, когда появились баллоны, я видел такое, значит, граффити, нарисован хуй, как бы, достаточно так, соответственно. Сверху написано, сосать будешь, а внизу, не знаю. Саш, ты вернул, какой генельный свитшот ты приобрел вообще? Чью надпись? В меме, как бы, всегда есть как угождение какой-то общественной логики, то есть, как бы, кто-то должен это понять, то вот в анекдотах и вот в этой продукции на стене и так далее этой логики может не быть, как бы, и как раз в основном и нет. Соответственно, вот это то, что мы любим и знаем, так называемая апофатическая русская традиция, она как раз в этом живет. Типа, сосать будешь, не знаю. А для чего это все нарисовано, тоже не знаю. А для объекта Андрея Монастырского кепка, как бы, лежит такая кепка, и у нее такая бирка значит все поднять. И, как бы, соответственно, человек уже о пумпочку кепки поднимает кепку, а там, как бы, поднять такая бирка значит все положить можно, понять нельзя. Но это же такое предчувствие, кстати, короткое, это предчувствие видеомема, по сути. Да, по сути. Потому что, вот я думаю, это же элементарно снять Гастоли, это писывается в 15 секунд, может даже два раза поднять, положить. А может вам вопрос, потому что вы оба кто пишете и художники-писатели, да, нам перенастраиваться с одного, не, можно не перенастраиваться, а ты перенастраиваешься? Сейчас саму как-то. Это одна стихия, в том-то и дело, это одна стихия, которая просто находит, так сказать, разные себе инструменты. Можешь использовать для этого один инструмент, можешь использовать для этого. А ты будешь свои картины вставить в качестве иллюстрации к своим? Нет, никогда. Никогда неправильное слово, куда я знаю, но я не хочу, я сторонюсь этого, потому что в этом есть какой-то, знаешь, на все руки мастер такой, а еще сам книжку сшил от руки. И издал в своем доме, желаемый, хороший, хороший. И купил весь тираж, да вообще бомба. Даже виньетку какую-то, нужно иметь дистанцию. Нечего вопроса тебе про деньги? Да. А ты отказался есть? Окей. Нет, я не отказался. Я хотел спросить, а зачем? Зачем? Засколько? Засколько? У тебя уже успешная работа, потому что, в принципе, начало. Они весят в спальне, Александр. И вот ты начинаешь понимать, что у тебя кэшфлоу от карты значительно превышает кэшфлоу от романа. Как ты думаешь, что приведется, потому что внимание твоя и энергия перетечет тоже в жизнь? С этим сложнее, чем сидеть габаном. Конечно, потому что и там удовольствие. Это раз. Тут выбор сложнее, потому что мы же все немножко собаки Павлова. Нам дают лакомство, и мы, в принципе, даем лапу. Но тут, конечно, серьезная таинница такая. Ну вот. Яма, в которую можно провалиться, потому что есть какой-то внутренний слух. Да ты не следствием приметить, ты можешь просто ответить, так или нет? Нет, вот я сейчас отвечу. Он глубину ищет. Есть внутренний голос, который надо слушать. Если тебя прет, то рисуй бесплатно за тысячу двух метров. И что говорит твой внутренний голос? Нет, так я и говорю, если тебя прет, рисуй. Предлагают тебе деньги, не предлагают, прет, рисуй. Если есть возможность, если у тебя там не прорвало в ванную, не надо, деньги как-то иначе зарабатывать. Платят за это? Заебись. Еще больше рисуй. Но если тебе платят, а тебя уже не прет, тут я бы притормозил, потому что, ну это как секс. Это начинается имитация оргазма. На хера тебе это надо? Жизнь довольно короткая штука, учитывая современные секси все понятно, ты меняешь партнера, тут ты меняешь что? Меняешь партнер, ты совсем закончил заниматься сексом? Тебе секс не нужен, не потому что тебе не нравится партнер, а просто потому что тебе в данный момент не нужен секс. Обалдеть. Саша, это давно началось вообще-то? Скажи, я не волнуйся всех. Я не волнуйся всех. Пока что. Я не случайно тут упоминаю секс, зная какая будет реакция, зная какие будут чудесные картины. Искусство это та же стихия, это абсолютно то же самое, те же правила. Не случайно я говорю о физиологическом удовольствии, которое переживаю, потому что секс и вот эта вот штука, которая вести, для меня одно и то же. Замена партнера это иллюзия. Это как тебя не прет, но ты думаешь, что тебя не прет из-за внешних обстоятельств. Просто находишься, ну, в некоем тренде, что типа, ебаться это круто, ебаться надо час, два. На самом деле, никто этого не делает, это никого от этого никого не прет. Мы живем в мире таких порно-иллюзий. Сторис. Прекрасный сериал. Сторис и нормально. Да, да, сторизы достаточно. Ты уже считай, было? Я вам, что я задал вопрос, чем ты будешь заниматься за ней. Я ответил, ты про порно-индустрию. А это мои тайны-министры. Мы вообще плаваем хорошо по темам. Мне кажется, людям нравится. Ты более талантливым писателем или художником? Я считаю, что... Можно только ответить на этот раз просто. Писателем или художником. Нет, смотри, время от времени мне приходит хороший... Ты будешь больше? Ты знаешь? Ты знаешь, свекла? А ты, кстати, знаешь, откуда жила свекла? Ты больше будешь? Я спрашиваю, талантливым ты себя считаешь более писателем или художником? Нет, здесь я не могу себя оценить, правда. Не можешь, да? Да, это к вопросу... Это люди уже будут делать. Без кокет. Тебе сомнения свойственны, ты очень хорошо понимаешь, все могут вручить премию, гонорары. Сказать, чувак такой крутой, но ты все равно будешь сомневаться. Саша, а вот можно я с тем же посылом тебе вопрос задам? Что тебе приносит больше удовольствия? Все-таки живопись? Ну, графика, да? Или... Писать, писатель. Папа проснулся. Удовольствие бывает просто разным, слушай. Это как, знаешь, когда ты любишь ездить отдыхать, зимой или летом, что ты больше любишь? Да. Кататься на лыжах с горы или лежать на пляже в океанах. Я вырос, очень средний фильм, прекрасно переозвученный. Я говорю, ложись на пол, а то сейчас башку снесу. Ты знаешь, если бы мне платили по 10 центов за каждый раз, когда мне приставляют пистолет к виску, я бы разбогател. Там такой громиво заходит в помещение и говорит фразу, когда я захожу в комнату и вижу двух красивых женщин, мне нравится сразу. обе. Это ответ на ваш вопрос. Мне нравится и то, и другое. Я поэтому этим и занимаюсь. Иногда мне не хватает времени, энергии, организованности. Не считаешь так, что в работе с текстом, в литературе гораздо проще и понятнее критерий «хороший-плохой», нежели в живописе? Большое заблуждение говорить, что о вкусах не спорят. Мне кажется, это большое заблуждение просто потому, что, друзья, когда говорят при мне о математике или о физике, в которых я ничего не понимаю, но испытываю априорное уважение к специалистам, я не лезу со своим мнением, потому что там есть закон. В искусстве тоже, на мой взгляд, на самом деле есть объективный закон. По какой-то таинственной причине принято считать, ну, о вкусах не спорят. Мне нравится вот Ника Сафронов, забавный чувак, почему бы нет, потому что, ну, о вкусах не спорят. Не, не, мы говорим сейчас, что не спорят о вкусах, а не о безвкусии. Это разные вещи. На самом деле спорят, потому что есть реально крутое искусство, есть хорошее искусство, а есть просто... И вот картинка, смотри. Да, проще, объективно. Все одинаково. Все это вопрос искушенности. Не судите, да не судимы будете, часто понимают, как не осуждаете. А на самом деле это значит воздерживаетесь осуждений. Думаете, о какой-то картинке, что она, например, там плохая, это так же тупо, как обсуждать качество сервиса. Мне кажется, обсуждение качества сервиса в заведениях это самый низ, как бы, дискурса, от которого точно надо воздерживать. Это основная тема. Мне кажется, это действительно дно дискурса. Вот это заведение, вот это, как-то Бог послал, и, соответственно, сервис, который там присутствует, тоже Бог послал. И за все надо просто впадать в слышеный безудержный восторг. Опасный интеллектуал. Старь людям на улице. Показать твой текст. Тотик. Показать старь обывателям на улице. Они скажут, что это ебанат написано. Они все разные. Ко мне подошла интересная женщина. Ты можешь дать если я вас не видела, я бы решила, что это написал сумасшедшим. А увидев вас, понимаешь, что это было право. Сейчас, еще раз. А обыватель поймет, хорошо написан текст или нет. Повторы слов, грамотного, неграмотного. То есть, обыватель оценит, что это хороший текст, хороший русский язык. Это можно оценить, сто процентов можно оценить. Что это с хорошим вкусом написан, интересный сюжет и так далее. Ты разные немножко берешь. Ну бог же. Не важно. Оценить. Хорошего автора можно оценить. Любой человек со школьного образования. Этим же 100 людям покажет любую своих картин. Твоих. Да, да, да. Из них процентов 7 скажут, а что про них говорят другие? Они скажут, странно, как у мазня, какая-то детские какие-то рисунки. И поэтому в картинках требуется экспертное мнение, которое определяет, качественно это или нет. То есть, современное искусство слишком сложное, слишком многослойное. У него одновременно есть очень разные линии, тенденции. Поэтому даже такая большая выставка, как венецианская Бьеннале, такая комплексная, да, которая делает очень много разных людей и так далее, она все равно не может исчерпать ситуацию. Везде, Саша. А в литературе нет, потому что текст может каждый оценить. Слушай, ну мне кажется, что сейчас, я просто хочу сказать, что мне кажется, что в принципе с литературой-то на дистанции это все гораздо дольше работает. Потому что, чтобы оценить литературу, ее надо прочитать, правильно? И это как бы можно... Ну, желательно. Да, желательно. Ну, не обязательно. Серьезно выводить. Я перескажу. А как бы перед картиной ты, ну, условно говоря, за 2-3 минуты все можешь понять. Еще раз, современная живопись все держатся на экспертном мнении. Кто-то сказал, что это хорошо. А в литературе не так? Нет, конечно, литература прямой доступ. Чекст раз может стать хорошим, а рассказ нет. То же самое. Да, но он же должен прочитать его. Как сразу? Вот тут как раз все наоборот. Я считаю, что на самом деле все люди, я это искренне так думаю, обладают безупречным внутренним неким вкусом, внутренней шкалой. И к текстам, и к картинкам. Все вообще без исключения. Проблема только в смелости. Что большая часть людей на самом деле боится собственного мнения. Люди часто, им что-то нравится, но они ждут, что скажет другой. Эксперт, мама, папа, профессор какой-нибудь. Кто угодно. Они просто боятся. Они это не толкают массы, ты хочешь сказать? Да, ты же масса. Ты их спросишь, и они побоятся сказать. Они на подсознательном уровне решат. Не буду я лучше. А можно принять? Давай, это пора. Есть определенная аудитория, нацеленная на то, что Сашу нужно читать. И именно она отсеет. Это не те, кто картиночки просматривает красивые, а тот, кто хочет почитать и услышать Сашину мысль. Для того, чтобы вот эта картина стала стоить один миллион долларов, нужно экспертный момент. Нужно, чтобы 10 человек сказали, что это круто. И сказали, что это крутая живопись, она столько стоит. 10 нужных человек, естественно, да. Ну, таких, да. Опинен мы. 10 директоров арт базы, например. 10 человек, скажут, что это, и моментально все колхозники, типа меня, скажут, ага, охрененно, я ничего не понимаю, хорошо это или плохо, но я поверю, потому что, 10 человек, сказавших, что твой роман хороший, не изменят вообще ничего. Это состав, грубо говоря, членов жилья. Ну, почему, если 10 каких-то влиятельных... Да, давай. Вот, слушай, недостаточно, что они скажут. Там, что называется, behind the days огромная работа проводит. Деятельность, как бы, не 10, а большего количества человека и так далее, так что это не скажут. Но потребитель, в большинстве случаев, не будет. Не стартап поработает. А текст поймет. То, о чем вы говорите, на самом деле, это называется низкий уровень культуры. И не потому человек не говорит, что он стесняет, а потому что у него очень низкий уровень культуры к любому искусству, в том числе и к этому. Из-за того, что мы все время бежим, я наблюдаю за то, как приходят к нам в галерею. Они заходят и идут мимо. Но они не мимо, они идут конкретно к бару. Это важно. Важный момент вот этот. Это вопрос культуры, которые, к сожалению, писатели, ну или те, кто пишет, очень слабо прививают вот этой публике. Так же, как и художники. Потому что художник, секундочку, художник, он не может ничего привить. Он создал это. А это должно написать тот, кто умеет писать. А так как у нас писателей тоже очень мало культурды, которые подбирались в этом деле, поэтому есть 10 человек, которые могут прокукарекать и сказать, что это миллионы. Если бы я свою первую книжку пытался издать в 70-м или 80-м году, она бы, конечно, не прошла никакой антоплитерной. Вообще никакой. Потому что она плохо написана. Она написана на мобильном телефоне. Такое, как я и редактор запретил ее править. Я сейчас ее читаю, у меня волосы были. То есть, ну, у меня там в одном обзате четыре однокоренных слова и так, минимум. А какой это был бы? Это был 2015 год. Недавно. Да, потому что существовал фильтр. Редакторы, издатели, критики и так далее, которые решали, может человек дойти до аудитории или нет. Потому что ты не мог попасть в журнал «Огонек» Советский, да? Да и назад мне тоже критик имел. Не было прямого доступа СМС, да? Не было сети. Что было в 2015 году? Ко мне приходит ведущий, издатель со стороны. можно мы твои посты издадим как рассказы? Я говорю, хорошо. Мы хотим подредактировать. Нет, вы не будете редактировать, потому что я великий, зачем мне редактировать? Говорит, ебнуты они великие. Говорит, тебе потом будет стыдно за то, что ты не согласился. Я говорю, это моя проблема. Мне вы не нужны. У меня своя аудитория. У меня прямой доступ к этим, не знаю, десяткам тысяч людей, которые придут в магазин и купят. И издательство прогнулось, потому что они знали, они продадут мою книжку тем людям, которые, соответственно, сегодня в фильтрах нет. Эти критики, жюри и все остальное не имеет никакого значения. Прямой доступ. Человек, народ. Если парадигма 20 века была невозможно понравиться всем, то парадигма 21 века из-за айфона и технологии невозможно понравиться никому. Кому это понравится? Сема нашей встречи. Какой бы ты херовый художник не был, ты найдешь аудиторию. Набросал, выложил. Если ты правильно будешь вести инстаграм. Технология позволяет каждому создать свой информационный пузырь, который ты... Я живу в пузыре, искусственно созданном, в котором я охрененно талантливый актор. Потому что я стираю всех, кто так нечего знает. У меня есть 180 тысяч человек, которые каждый день пишут, какой ты молодец. Я не читаю никаких критических отзывов, вообще, ни одного. Хорош. Просто ни одного критического отзыва. Ты правильно, что, голову забивать все. Значит, я живу вот в этом пузыре и каждый создает себе пузырь. В каком-то пузыре. Да, мы ведущая мировая держава, ты живешь в нем. И как человек искусства может создать все такое. И вот это изменило все, потому что человек, не обладающий достаточно таланта или критического сознания, он все равно может делать. И в итоге я выпускаю три неплохих книжки, потому что я реально крутой маркетолог. Я продаюсь по всей стране, но за эти пять лет, там, в конце, я реально большую книгу и собрался. И если бы со мной был серьезный редактор. Но я этого не делаю, то же зачем? А зачем мне это делать? Кому нужно, ну, продам идти еще 20 тысяч, и у меня залы полные. Да, вот. И, соответственно, девальвация искусства идет очень серьезная. Во-первых, ушло ремесло. Ты уже можешь не учиться в 20-х художественной школе. Я уверен, что Сташка может написать настоящий портрет. Но... А не это, вот это все. А не вот это все. С другой стороны, появилась свобода. Каждый может творить для всех. Как вы считаете, майкик скучнется в обратную сторону? Мы наблюдаем революцию. Эта революция немножко подзатянулась. Это займет не 2-3-4 года, как любая революция, а лет, наверное, 10. Но я подозреваю, что время революции уже клонится к закату. И что, как после любой революции, произойдет реставрация. Новая иерархия возникла. Критики, и в самом деле, исчезли, потому что исчезли издания просто. Критиками стали сразу все. У вас есть вопросы ко всем участникам банкета нашего? Наверное, можно говорить, что не только о такой тотальной некомпетентности, о том, что все вот эти мыли вузыряли, просто множество геометрической прогрессии, но можно, ну, по-моему, совершенно жучок поставить диагноз нашему обществу, что оно заражено просто тотальным нарциссизмом. Главное, чтобы не коронавирусом. А что плохое? Да. Нарцисс, он погубил, он погубил самолуч, наглух на себя смерть. Советскому обществу, а мы его пока еще не предъявили, хорошо побыть нарциссами, чтобы люди поняли, что они красивые, умные, они серая масса. Вперед, мой конь, на самый верх, в самой высокой башне, где принцесса ждет своего героя, избавителя, принца Чаминга. То есть, вы хотите сказать, что нарциссизм поглотил всех, и это, скорее, минус, чем плюс? Да. Есть либо серая масса, либо куча нарциссов, лучше куча нарциссов, потому что это самовыражение. То есть, это, на самом мой взгляд, это просто две противоположности, две крайности, которые и никто, и никто. Нет, мы всегда выбираем, кстати, есть абсолютно свободы. Когда нет числа и мера, есть лишь хаос и химеры. Не нужно никуда, ни сюда. Слушайте, друзья, о чем мы говорим? На самом деле, общество очень сильно поделено. Если мы говорим о Москве, это одно. И здесь, на самом деле, уровень нарциссизма высокий. Если вы говорите о других регионах, я вот недавно из Красноярска вернулся, кстати, прекрасное издательство, летал с Ириной Дмитриевной Прохоровой, делал большой фильм «Своны Прохоровой на гряк». В Москве это одно. Отъезжаешь, и там люди не о нарциссизме думают, а о том, как вообще поесть. Понимаете? Но я согласен, Саша, что лучше нарциссы, чем серая масса абсолютно. Люди фотографируют себя не потому, что они собой любуются. Хотя, почему я говорю «они»? Мы. А потому, что мы не знаем часто другого способа выразить себя. Что-то рассказать о своей боли, о своей любви, о своем страхе. Вот очень забавно, девушки с миллионным количеством подписчиков, они выглядят одинаково. И у каждой при этом девушки такой, которую я бы будь их меценатом, поклонником, допустим, владельцем этих девушек. Я бы их не мог отличить. Как это «ёбари» назвал? Я ваш меценат? Раньше был папик, теперь меценат. Им, к сожалению, не хватает просто языка. Более того, они не знают сами себя. Они не знают, что все, что они делают со своими лицами, со своими телами, это они делают в результате серьезных психотравл. Они хотят продать себя неким условным мужчинам. Очень важно понять, что я это не осуждаю. Я стараюсь понять этих женщин, я стараюсь понять мужчин, я стараюсь понять детей, которые за каким-то непонятно зачем распаковывают свои подарки, транслируют это в YouTube, и на них родители зарабатывают кучу денег. И пассивный слой. И кто же здесь спрятан? О, опять барашка! Давайте сразу распакуем и вторую, и откроем их вместе. Я считаю, что технологии сделали нас счастливыми. Во-первых, я бы... Они нам дали инструменты. Я бы отдал огромные деньги за то, чтобы моей прабабушке и прапрапрабабушке и прапрапрабабушке были в Instagram. Это да. Я хотел бы знать, что... У меня просто другое происхождение, поэтому мне интересно. А вот... Что моя прапрапрабабушка написала в день убийства Пушкина? Вот что она подумала? Что нам подарил Стив Джобс? Он нам подарил бессмертно. Потому что мы первое поколение людей, которое будет воспитывать своих потомков через поколение вот этим инструментом. Потому что они зайдут на наши страницы. Они через 200 лет зайдут, прочитают... Не зайдут. Зайдут. На мою сумму зайдут. Поэтому я уже начал чистить посты. Поэтому мы выкладываем селфи, поэтому мы... Мы себе обеспечиваем цифровое бессмертие. Все это подойдет. Потому что, понимаешь, это навсегда. Вот, ты вышел сейчас на важную тему. Желание быть бессмертным. Конечно. Ты не хочешь? Ну, конечно, хочу. Нет, я же безоценный говорю. Но я говорю о том, что этот инструментарий дал нам возможность. Я поэтому и не осуждаю нарциссизм. Я лишь говорю о том, что это возможность нам самим себя проявить просто другой вопрос. Но часто это ты осознанный человек. А очень многие люди неосознанные. Но их нельзя за это осуждать. Это именно вопрос образования. Не образование даже. А просто понимание. Да, да. И те, которые неосознанно на их странице через 200 лет будут заходить только в ближайший раз. Нет, это, конечно, у них... На самом деле, технологии дали очень много возможностей. Здесь вопрос, как их применять. Сейчас надо признать то, что 90% использования соцсетей и инстаграм, я не говорю про твою со страницу, я не говорю про твою, там, про свою счет. 90% того, что сейчас происходит, это шлак. Но как раз вот эти... Нет, 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 нет. Причем тот шлак, да они сами знают. Я разговариваю со своими ребятами, у которых по 2 миллиона аудитория, они за голову держатся, у него 2 миллиона человек, 30 комментариев. Я ему говорю, братан, ты вот обладаешь двумя миллионами, ты ее собрал. Теперь эта аудитория в твоих руках. Дай на них тебе что-то полезное и важное. Если есть вопросы, задавайте. Вы заблокируете все своих пользователей и живете вот в этом вакууме, и это очень круто. Я просто сейчас параллельно учусь киношколе, у нас как бы есть там условный пул преподавателей, вот здесь они говорят круто, это такое внутреннее, да, это круто. А помимо этого тебе еще куча людей говорят, что это круто, но ты им не веришь. И вот я сидел, думал, я думал, что же такое все-таки цензор. И мне кажется, это время. То есть, если через 100, через 200 лет, грубо говоря, тебя будут считать, то, наверное, это будет неким оказать, но мы этого никогда не узнаем. Я отменяю сразу же будущее славы на деньги сегодня. Ну, да. Вообще, у меня цензор один – деньги. Никаких других цензоров нет. Покупали от моей книжки, я покупаю и массовое искусство. Покупали от моей книжки, они хорошие. Приходят люди на концерт, значит, тексты хорошие. Никаких других критерий нет вообще. Тебе мне не сказал бессмертие, Саш. Пока что деньги не заплатить, я не поверю, что это. Пока все поняли, что Манглок – это круто. Пока 20 экспертов сказали, что вот эти непонятно, как нарисованные подсолнухи – это 40 миллионов. Вот до тех пор с ременьки не могли понять. А Бальзак продавался сразу же, потому что хороший. И Хемингуэй сразу продавался. Понимаете? Потому что хороший. Не понимаю, не Хемингуэй, а Ланг. Субтитры добавил DimaTorzok что-то здесь. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...